Продолжение следует... ...во всем мире на молочной железе с целью ее эстетической коррекции. Около 2,5 миллионов – это непосредственно операции, обуславливающие ее увеличение, редукцию, уменьшение, увеличение за счет силиконовых, солиновых имплантатов и с помощью липофилинга. Продолжение следует... Надо сказать, что некоторые авторы предполагают, что наоборот заболеваемость несколько ниже и выделили некоторые факторы, либо особенности, выявленные у пациентов, в которых возникл рак на фоне ранее увеличенной молочной железы. Все эти пациенты принимали оральные контрацептивы, у них было несколько снижено по сравнению с контрольной группой употребления алкоголя, более ранний возраст первых родов, низкий индекс массы тела. Туда не входили пациенты с факторами риска и наличием высокопенетрантных мутаций, и у пациентов, у которых был выявлен рак на скрининге. В чем же заключается механизм уменьшения риска развития рака молочной железы? На самом деле, возможно, имплантаты запускают иммунные процессы, направленные на инактивацию канцерогенов и гибель атипических клеток. Далее, сами имплантаты воздействуют атрофически по отношению к ткани, так называемая атрофия от сдавления, что способствует уменьшению кровоснабжения и скорости пролиферации ткани. И несколько низкий или меньший объем ткани молочной железы, самой молочной железы, которая непосредственно и является толчком для выполнения этой операции с косметической целью. Но есть и минусы, а именно сложности диагностики, сложности визуализации, это и прозрачность имплантатов, трудность компрессии, капсулярная ретракция. Непосредственное изменение и ухудшение визуализации на маммографии именно при субмомарной установке имплантатов определяется и в цифре 39%. Это достаточно большая цифра, при которой мы не видим четко паренхиму и возможные образования в ней. Все это транслируется в клиническую картину. Именно чаще встречаются местно распространенные формы рака молочной железы при субглондулярной установке и пальпаторной. Тем не менее, эти опухоли выявляются даже при самостоятельном исследовании. Надо сказать, что это крайне важно, когда перед нами с целью пластической операции носитель генов, мутации в генах репарации ДНК. Потому что у этих пациентов лучше все-таки установку выполнять субпекторально, потому что имеющиеся трудности с визуализацией, а также ранний рак у этих пациентов, что для них типично. И частые рентген-негативные опухоли в этой группе пациентов имеют место быть. Хирургическое лечение непосредственно. Я на каждом этапе, на каждом подпункте остановлюсь. Но надо сказать, что это такие же операции, как и при обычном классическом варианте в общей популяции. Секторальные резекции, подкожный мастектомиз, одномоментная реконструкция и отсроченная реконструкция. Какие же особенности? Характеристики больных, прежде всего, определены сниженным индексом массы тела у этих пациентов. И тем не менее, это как плюс, так и минус. Минус в том, что мы меньше используем аутологичную реконструкцию, меньше ограничены в возможностях липофилинга. В то же время, это пациенты ориентированы на больший размер молочных железов, чем имеет место быть. Это изначально пациенты с большим основанием, с высокой проекцией. И тем самым, эти пациенты чаще при реконструктивно-пластической операции пытаются еще и на финише получить больше размер груди, чем они имеют имплантат уже. У этих пациентов чаще всего используется двухэтапная реконструкция с установкой тканевого экспандера для того, чтобы улучшить воскулиризацию и чтобы нивелировать нагрузку и давление на нижний чехол постмастектомически. Особенности хирургии и сложности. При агнутационной мамопластике, при наличии скудной нативной ткани, при наличии атрофии от сдавления и рубцов, которые на самом деле определяют высокий риск инфицирования, экструзии, капсулярной контрактуры и на финише неудовлетворительным косметическим результатом. Надо сказать, что эти пациенты изначально имеют крайне высокий запрос к нам с вами, потому что они изначально недовольны своим внешним видом до развития еще рака молочной железы. То есть мы должны все-таки сделать еще лучше, чем они пришли к нам. Кроме того, при онкопластические варианты резекции, они наиболее оправданы в случаях редукционной мамопластики и мастопиксии, потому что у нас имеется ткань молочной железы, нет той атрофии, нет того дефицита изначально. И надо сказать, что реконструктивно-пластические операции подкожной мастектомии и прочие моменты кожесохраняющие при редукционных мамопластиках имеют большую частоту осложнений, потому что имеются рубцы, потому что имеется пересечение железистой ножки, ее отсутствие, нет питания сосково-ариллярного комплекса, остается только исключительно скомпрометированное подкожное сплетение, которое на самом деле очень тревожно себя ведет, если у нас операция повторная, то есть когда была редукция, потом увеличение, либо наоборот. Но позволю себе на некоторых слайдах не останавливаться, потому что время у нас сжимает, отсроченные реконструкции понятно, когда мы будем использовать, когда есть осложнения после непосредственных, или когда идут интероперационные находки, либо отклонения от наших планов с вами. А именно, мы удаляем сосково-ариллярный комплекс при нечистых краях при срочном исследовании, когда необходимо выполнить капсулоктомию, тот листок капсулы, который мы планируем использовать для закрытия нижнего полюса, для закрытия имплантата в соответствии с установленным карманом и при необходимости трансплантации жировой ткани, но ее отсутствии нативной. Техническим особенностям остановлюсь исключительно на ишемии, которая часто бывает и выявляется при реконструкциях именно у пациентов при одномоментных, не двухэтапных реконструкциях, это 30% и высокой частоте капсулярной контрактуры у пациентов с использованием тканевых экспандеров. Это на самом деле связано в первую очередь с той экспозицией временной, когда мы выполняем дерматензию в амбулаторных условиях, и капсула не успевает созревать. Кроме того, хотелось бы отметить, что интероперационная оценка перфузии лоскутов крайне важна, но мы это можем делать не только с помощью ICG, у нас, например, нет этого ICG, и оценка непосредственно капсулы. О ней я буду говорить, и, наверное, это на самом деле самая изюминка моей сегодня встречи с вами. Если мы говорим о субмомарной установке имплантатов, то в этой ситуации при операции у этой пациентки выполняется сохраняющая мастектомия, удаляется передняя стенка капсулы, далее по латеральному краю рассекается пространство под большой грудной мышцей, устанавливается имплант туда, и передняя капсула выступает поверхностная грудная фасция с задней стенкой перепротезной капсулы. Таким образом, у нас получается, что задняя стенка перепротезной капсулы является передом для, вместе с большой грудной мышцей, для нового субмускулярного субфасциального кармана. Схожая ситуация, но здесь просто идет задняя стенка, задняя капсула при субмускулярной изначально установленном имплантате, при субмускулярной агментационной мамопластике. В этой ситуации имплантат устанавливается между большой грудной мышцей и передним листком перепротезной капсулы. Вот в это тонкое пространство, и в таком случае у нас передний листок перепротезной капсулы, большая грудная мышца спереди, ее листок сзади, и определяют непосредственно субмускулярный субфасциальный карман. На препарате, непосредственно на макропрепарате, мы видим, что нельзя разрушать капсулу перепротезную, задний ее листок, для того, чтобы иметь возможность, поднимая большую грудную мышцу вместе с фасциальным футляром, дойти и таким образом обеспечить покров в нижнем полюсе. Ситуация при субпекторальной агментационной мамопластике. В этом случае мы внедряемся между передней капсулой, которая спаяна с большой грудной мышцей, перед ней, и спереди находится большая грудная мышца. В этой ситуации при субмускулярной агментационной мамопластике необходимо использование IDM. Клинический пример наш. Когда мы были вынуждены удалить передний листок капсулы, поднимали задний листок, устанавливали имплант под него и подшивали. То есть мы использовали задний листок перепротезной капсулы в формировании нижнего склона. Похожий клинический случай, но пациентка в данной ситуации нам категорически отказала в том, чтобы участвовали капсулы, либо мы удаляли имплантаты. В этой ситуации мы выполняли исключительно кожесохраняющую мастектомию. Возможно, ситуация с интероперационной лучевой терапией здесь имеет место быть. И как бы скептически мы все к ней не относились, то при подготовке к докладу мы нашли несколько работ, где пациенты, которые не готовы были расстаться с имплантатом и с самой молочной железой, в случае субмаммарной установки подвергались интероперационной лучевой терапии. Нам всем известно с вами, что капсулярная контрактура, прямо зависимо развитие ее от лучевой терапии, именно от дозировки. И ускоренное частичное облучение позволяет нам нивелировать риск капсулярной контрактуры. В этом случае удаляется имплантат, удаляется опухоль, лампектомия, устанавливается аппликатор 20-40 минут в зависимости от заданной экспозиции размера опухоли. Далее мышца устанавливается в субмускулярно-субфасциальный карман. При редукционной мамопластике, надо сказать, особенно при ее интероперационной, в ходе интероперационного выявления рака молочной железы, когда мы выполняем данную пластическую операцию, риск интероперационного выявления достигает 4,5%. Но надо сказать, что если эту операцию выполняет пластический хирург, то у нас с вами потом будут проблемы, у нас нет маркировки ложа опухоли, мы не знаем в итоге, где была опухоль на самом деле, и мы получаем пациентку без локализации опухоли ранее. Поэтому ситуации, когда это происходит, приводят нас к тому, что мы вынуждены выполнить подкожную мастектомию с последующей реконструкцией. Надо сказать, что авторы представили результаты, в ходе которых при таких находках более 76% случаев оставались именно как мастектомиями, как редукционной мамопластики и не требовали дополнительного вмешательства, кроме системной терапии. 10% все-таки требовалось выполнять операцию онкологическую. У нас подобный случай достаточно простой, понятно, после редукционной мамопластики 8 лет назад выполнен был рак молочной железы, который удален в соответствии с рубцами, выполнен биопсией сигнальных лимфоузлов. Останавливаясь на осложнении, хочу сказать, что именно нарушение перфузии лоскутов, развитие гематомы и серомы нас останавливает в некоторых случаях при выборе того и иного метода реконструкции, а именно немедленной реконструкции с использованием эндопротеза. Ну и о выводах я хочу сказать, что не буду подробно останавливаться, потому что мы должны понимать, что именно безотносительно объема мамопластики биопсия сигнальных должна выполняться у пациентов с ранним раком, но мы выполняем и в более серьезных ситуациях. Далее, любой метод немедленной реконструкции является достаточно безопасным, но все-таки предпочтительным, если мы хотим увеличить финишный результат и объем молочной железы, все-таки использование экспандеров на первом этапе для того, чтобы расширить маневры далее. И использование как переднего, так и заднего листка перепротезной капсули в зависимости от ранее выполненной аугментационной мамопластики является, конечно, основным в выборе метода реконструкции. И если позволите, и у нас позволяет время, я бы хотела обсудить с уважаемыми коллегами клинический случай. Пациентка, которая находится на стадии обследования, обратилась к нам, у нее выявлен рак левомолочной железы, первая стадия, опухоль 12 мм в наибольшем измерении. Есть гистологические данные за возможные трижды негативные и даже, может быть, БРК-ассоциированную форму опухоли. Эти результаты, эти исследования сейчас в работе. Но пациентка категорически против удаления имплантатов. Имеется мастоптос, как мы с вами видим. И на самом деле хотелось бы с уважаемыми коллегами обсудить этот случай и спросить каждого мнения, кто бы что предложил. Благодарю за внимание.